Восемь студентов-биологов Северо-Восточного государственного университета трудятся на благо Магаданской области. Ребята безвозмездно помогают врачам обрабатывать анализы на COVID-19. Работают девушки посменно. Полина Кольцова учится на биолога в Северо-Восточном государственном университете на третьем курсе. Девушка рассказала, что в период трудной эпидемиологической ситуации с коронавирусом в Магадане студентов-биологов срочно позвали на собрание с ректором вуза. Два месяца назад у нас произошло такое срочное собрание в субботу, в нерабочий день. Сказали, нужно срочно прийти в университет, собрание с ректором, очень важно, обязательно срочно. Мы пришли, ничего не знали, но к нам обратились с просьбой о том, чтобы откликнуться все-таки на просьбу министерства и поучаствовать в данном деле. Пригласили нас в качестве волонтеров, кого-то отправили в лабораторию, кого-то отправили в поликлинику. Также помощь бумажная работа, телефонные звонки, печати. Ну, в общем, ничего такого сверхъестественного, но очень-очень нужное, чего не успевают делать люди, которые конкретно занимаются изготовлением этих анализов и результатов. Работа студентов-волонтеров заключается в оформлении анализов от А до Я. Это результаты тестов на COVID-19. Биологи ставят дату поступления, печать, время, присваивают ему индивидуальный номер анализа. Также выполняют часть обязанностей лабораторного техника. Заверяют документы печатью заведующей лабораторией. После выхода теста юные медики выставляют дату выдачи и сам результат – положительный он или отрицательный. Далее они отправляют данные по медучреждениям города и области. Отправляем эти результаты по почте. Сначала сканируем положительных, далее печатаем их в списке положительных, которые обязательно потом каждый вечер отправляются в Роспотребнадзор. Ну и также отправляем по направляющим учреждениям. То есть отдельная поликлиника номер один, отдельная трасса каждая, то есть ягодная, сусуман, тенька. Все это разное, и это очень много занимает времени, соответственно, наша помощь необходима, мы это понимаем. Полина Кольцова нашла в этой работе много плюсов. Девушка поступила учиться на биолога, чтобы работать в медицине. На врача не получилось, не уехала из Магадана. Полина рассказала, что в планах у нее было работать именно в лаборатории Центра СПИД в Магадане. Трудятся волонтеры-медики посменно. Одни с утра, вторые после обеда. Полина отметила, что работу с учебой совмещать тяжело, но пока все получается. В свободное от работы время можно успеть что-нибудь почитать или выполнить учебные задания. О своем труде в эпоху пандемии рассказала и фельдшер, лаборант Магаданской областной детской соматической больницы. В связи с тем, что я лаборант и имею допуск к определенным видам работ, соответственно, моя работа заключалась в том, чтобы помочь именно не с бумагами, а именно делом. То есть выделение вируса. И девочкам приходит человек очень тяжело. Соответственно, я знаю, что это за работа. Девочки работают в ПЦР-отделе с утра и до самой ночи и уходят очень поздно. И, конечно, я понимаю, что моя помощь им пришлась кстати. Потому что за один раз, за одну постановку девочки могут сделать только 70 человек. А если я помогаю, то я могу чуть больше помочь им сделать человек. То есть это увеличивает количество выдаваемых результатов быстро. Волонтеры-биологи трудятся до позднего вечера, пока не закончится вся работа, которую необходимо сделать. О работе в новогодние праздники юные врачи еще не знают. Но 31 декабря они по приказу будут трудиться на благо Магаданской области и обрабатывать тесты на COVID-19.